Вот честно скажу, не специально мы поехали в Яровойскую часть города, чтобы выискивать нарушения общественного порядка. Просто ехали на очередную съемку и завернули на улицу Оливии. И тут бац! Вот они родные, припаркованные, как попало, невзирая на соответствующие знаки. И плевать, что уборки и движению мешают. Настоящие хозяева здесь живут. И действует по принципу «мой город, как хочу, так и делаю». Ну а мы что? Мы тут же на Оливии за дом заглянули, и тут снова бац! Еще один хозяин города живет. Он на улице Оливии под знаками не паркуется, нет. Он сознательный. Он на траве под домом просто ее ставит. Вот. А что? Мой город, как хочу. Ну вы помните. И не один он такой хозяин. Много их. Еще вот один. Песочка подсыпал под окнами, чтобы машинки помягче было, и поставил. А что? Удобно. И перед глазами всегда, и покормить с окна можно, если надобно. Красота! А что до людей, которые мимо школы в школу идут, так плевать на них? Уж коль на город плевать, так что нам до людей-то? Ибо хозяин. И уж где совсем красота, так это на автобусных остановках города. Власти их ставят, чтобы нам от дождя и ветра поуютнее было. Новые заказывают, ремонтируют их постоянно. Герб городской вешают, чтобы гордость у нас была какая-то, что ли. А мы что? Мы ж хозяева. Мы его кирпичиком, стекло это. Что оно тут стоит целое? Кирпичиком его, чтобы дребезги, чтобы валялось все кругом, чтобы не было бы этих стекол, чтобы автобусные остановки были, как черепа оскаленные, голые, погнутые и разбитые. Мы ж хозяева своего города. Как хотим, так с ним и поступаем. Вот только где же власти-то наши? У нас же в городе и целый специалист по надзору за порядком теперь есть. Тимофей Карепов, который. И целый помощник мэра по Яровской части города, Юлия Лепасар, тоже в наличии. Вы, кстати, знаете таких, нет? А хорошо бы, чтобы знали, чтобы хоть кому было вопрос задать, а что это у нас бардак-то такой в Яровской части города разведен. Спасать надо ситуацию, а то у нас хозяев города развелось, как грязи. Нехорошо это.